привет ребята сегодня будем делать замену touch screen на планшете а импад 1404 сразу извиняюсь и за качество и за то как я все это буду делать так как я делаю это первый раз значит для начала нужно будет выкрутить вот этих два винтика отсюда и после вы можете открыть эту крышечку она принципе на защелках где-то немножко подковыряете и она снимается то есть на защелках этих и все это все сняли теперь нам нужно вот этот шлейф отсоединить смотрите здесь есть показано сколько пинов то есть одного от 1 до 50 то есть это очень важно и здесь маркировка эту маркировку я вбил в интернете и нашел данный шлейф данный шлейф стоит 184 гривни на момент публикации данного видео так давайте его отключим и теперь когда я уже его купил и сейчас будем снимать старый разбитый тачскрин и делать замену на новый смотрите какой у меня новый с такой же самой маркировкой еще есть версия 3 у меня версия 1.0 версия 3.0 тоже подходит даже будет работать лучше но я не нашел да и она дороже так для того чтобы снять наш старый тачскрин нам где-то 250 градусов хватит я здесь поставил 300 но это даже много подойдет фен строительный или же такой не знаю как что у вас есть под рукой ну в общем нужно что-то такое вот горячее чтобы там клей вот этот отошел данный момент у меня ничего лучшего не было как нож поэтому с помощью ножа я подковырял в принципе ничего здесь такого плохого я не вижу чем другим я не знаю можно было заменить так и сейчас смотрите я нагреваю эти области и немножко подковырю ножом если параллельно но смотрите аккуратно чтобы не зацепить экран который сразу находится за тачскрином так как немножко есть ее поцарапать закончится это все плачевно так как видите я так все это делаю прогреваю и постепенно постепенно отклеивается наш старый тачскрин вот почти уже открылся так теперь мы когда я уже сняли здесь аккуратненько все поснимаете сейчас я поставил не подключая тачскрин просто подключил к шлейфу и проверяю работает он или нет все работает отлично теперь можно ее будет ставить он на двухсторонней пленке то есть спереди и сзади и на двустороннем скотч поэтому сейчас мы и отключаем снимаем заднюю крылью пленку и снимаем двухсторонний скотч немножко там нужно будет ковернуть этот двухсторонний скотч чтобы снять смотрите как это все делаю некоторых моментах я ускоряю видео смотрите чтобы не было пыли на экране так как потом будет очень сложно ее забрать снимаем двухсторонний скотч и начинаем клеить наш тачскрин сначала перед тем как положить его на место наш шлейф нужно разместить правильно свой паз вот мы ставим свои пазы наш тачскрин и как видите все идеально подходит прожимаем никакого не какого ну прогрева не надо делать просто прожимаете он становится на свое место просто отлично так что никакого здесь труда и специальных навыков не нужно ставим наш шлейф на свое место там есть защелочка зажимаем это все дело клеим китайский китайскую изоленту вот ставим динамики на свое место так как при съеме крышки они сразу отпадают в принципе это все ставим на место и закрываем крышку и пользуемся нашим планшетом этот планшет украинского производства но правда собирается да и детали все все с китай так что можно сказать это чистый китай разбить не жалко то давайте проверим как он теперь будет работать все на защелках просто прожимаете по углам так что если вы захотите поменять тачскрин не ведитесь на то что с вас хотят сбить много денег просто пойдите найдите в интернете такой же самый и сделать и все это в домашних условиях ничего здесь сложного нет так что я надеюсь это видео будет полезным тем людям кого есть такой вот планшет и кто столкнулся с такой вот проблемой давайте запустим и как видите все прекрасно работает даже лучше чем раньше всем пока это что и и и и Субтитры сделал DimaTorzok